Давайте эту тему обсудим с нашим следующим гостем, Вадим Карасёв, один из самых известных и хорошо осведомлённых украинских политологов в нашей студии. Здравствуйте, Вадим, спасибо, что нашли время. Спасибо. Ну вот какой оценке из озвученных мной вы доверяете? 5 миллионов уехавших, 7, возможно, больше. Точно никто не знает это. Возможно и больше. Так, но думаю, больше 5 миллионов. Точно не знают, потому что не хотят знать или просто пустили этот вопрос на самотёк? Ну потому что слабая регистрация, наверное, так. Вообще эта тема, ну как бы власти этой темы, ну как бы боятся, не хотят касаться, не хотят, чтобы она была в топах информационных и новостных, так. Поэтому, очевидно, просто или руки не доходят, потому что это серьёзный вопрос. И демографическая политика, и политика трудовой миграции, она, знаете, всё-таки не является вот той ключевой темой, на которой сосредоточена сегодня власть. Но, тем не менее, сложно ответить на этот вопрос, но мы с вами понимаем, что речь идёт о миллионах украинцев, да? Конечно, конечно. О миллионах избирателей. Об этом немного позже. Это же не дети едут туда. Давайте сначала о настроениях, с которыми люди туда уезжают. Можно рассчитывать серьёзно на то, что эти люди когда-нибудь вернутся? Или они всё-таки собираются интегрироваться в этих других странах? Как вы считаете? Ну, если говорить о тех, кто работает в России, то вряд ли там большинство останется, так? Они всё-таки вернутся в Украину. Ну, слишком, наверное, похожие условия, в общем-то. Другой жизни они там не найдут. Совершенно верно, да. А вот те, кто уезжают в Польшу, Виталию, Португалию, они, конечно же, уезжают с расчётом там остаться. Для детей. Ради детей. Это значит, что люди просто не верят в перспективы у страны. Раз они уезжают туда не просто заработать, а потом вернуться в Украину, а уезжают тут искать своё место жительства. Ищут свою мечту. От украинского мечту ищут не в Украине, а за её пределами. И вот эта тенденция, когда уезжают с семьями, и даже бизнес переводят туда, так? Мелкий и средний бизнес, которому некомфортно здесь, в стране. Вот эта тенденция уже угрожающая. Вадим, вот если говорить о конкретном влиянии заработчан на жизнь в Украине, то, пожалуй, они уже, наверное, стали главным инвестором нашей страны. Вот Национальный банк прогнозирует, что до конца этого года трудовые мигранты перечислят рекордную сумму в 11 миллиардов долларов. От 9 до 11. Важный вопрос, вы уже его затронули. А могут ли они играть такую же существенную роль на выборах? Вот всё-таки плюс-минус несколько миллионов человек, это очень лакомый кусок для любого политика, согласитесь. А дискуссии о том, вот на сегодняшний день, за полгода до выборов, да, практически плюс-минус, о том, сколько нам нужно дополнительных избирательных участков открыть, в каких странах, её нет, серьёзной дискуссии. Как это можно прокомментировать? Ну вот тем, что не доходят руки или не обращают внимания, так. Хотя, вот когда проходят выборные кампании, вообще-то в штабах кандидатов, я это знаю, ну, не понаслышке, эту тему всегда, эта тема была очень важна. Были люди специальные, которые, например, ездили в Италию, так, работали с диаспорой украинской, в Италии, в пользу того или иного кандидата. Так, поэтому какие-то эмиссаров каких-то туда будут засылать ключевые кандидаты. Это первая линия. Вторая линия посольств, потому что голосуют на посольство. Так, тут нужно будет соблюсти, как бы, всю процедуру, чтобы там не было никаких, знаете, вмешательства какого-то случайного или не случайного. Это два. Третья. Если говорить о настроениях, допустим, людей, да, которые там, ведь многие же не очень-то хотят ехать. Понимаете? Они едут не потому, что это их сознательный выбор, потому что они хотят уехать от нужды, от бесперспективы. Поэтому многие из них, это не сторонники власти. Многие, которые, особенно те, которые работают в России, на чужбине, так, зарабатывают деньги потом своим там на разных стройках российских норишей, так, они, я не думаю, что они как раз являются сторонниками власти. Ну, смотрите, в Украине вот эти миллионы, да, они все равно остались у нас, как, ну, вот, оставшиеся души в списках избирательных, да? То есть люди работают, но в списках избирательных есть, а у многих, я уверен, еще и украинский паспорт здесь остался где-нибудь у родственников. Вот как проконтролировать, чтобы эти голоса не были использованы в темную? И хочет ли кто-то это контролировать? Я думаю, что над этим штабом, штабы кандидатов будут работать основательно. Чтобы не использовали паспорта, вот, и не голосовали за других людей. Я думаю, что как раз будут прорабатываться эти вопросы. А вы не думаете, что многие штабы, наоборот, захотят использовать эти вопросы? Правильно, но тут же какая? Правильно. Одни будут использовать, а другие будут... Нет, они, наверное, будут думать так, мы не дадим другим использовать. Совершенно верно, да, да. Это такой взаимный контроль, взаимный контроль такой. И тут, конечно же, выиграет тот, кто будет более креативный, для того, чтобы уйти из этого контроля. Но, в принципе, наши ключевые штабы, штабы ключевых игроков на президентских выборах, на парламентских выборах научились контролировать друг друга. Но все-таки мне интересно понять, и, наверное, это пытаются понять и в тех штабах, которые, вы говорите, отправляют своих эмиссаров, да, для работы с потенциальными избирателями. Все-таки, вот те, кто выехал, особенно в страны Евросоюза, они насколько активно уже готовы участвовать в политической жизни нашей страны? Или они уже все-таки превратятся скорее в диванных экспертов, которые, знаете, так, с интересом, но все-таки пассивно будут наблюдать за нашей политической жизни? Хороший вопрос. Знаете, вот недавно был Майдан в Румынии. Его назвали Майданом Зарабичан. Потому что это Зарабичане из Румынии, которые работают, кстати говоря, в Европе. Вот они приехали и устроили Майдан, недовольны жизнью, недовольны тем, что они вынуждены работать за границей. Вот это форма участия в политике людей, которые выезжают за границу в поисках счастья или там куска хлеба и прочее. Но если говорить об участии в политике, то я не думаю, что сейчас есть какие-то серьезные возможности для того, чтобы они поучаствовали в политике, создали какую-то свою партию. Это же не так делается у нас. Тем более, что элита у нас более-менее стабильная, она затрамбовала. И если есть какое-то обновление, то оно очень дозировано и управляемое. Поэтому вот в такой легальных, конвенциональных формах участия в политике я не думаю, что будет какой-то такой новый наплыв людей, которые работают за кордоном. А вот если они приедут сюда, будут недовольство свое, будут высказывать здесь, ну чтобы не было так, как в Румынии. И еще один момент такой, видите, это же не только проблема Украины. Вот Болгария, член Европейского Союза, член НАТО, Румыния, Европейский Союз, НАТО. Но Болгария 9 миллионов жителей, 2 миллиона работает за границей. Нет рабочих мест. Деиндустриализация, не строятся заводы. Так, понимаете, поэтому вот это, когда мы думаем о том, что вот вступление в Европейский Союз там сразу гарантированно нам все обеспечит, это тоже, мне кажется, такое, ну легкое пока, не менее, заблуждение. Так что это тенденция на годы. Тенденция на годы. Я не вижу, что мы можем этот тренд на деиндустриализацию, потерю рабочих мест, как-то перебить его, так, нейтрализовать. Значит, люди будут уезжать. В Польшу будут уезжать. Уезжать с семьями будут. Уезжать уже и с бизнесом будут. Возвращаться будут не все. Но, а мы будем сейчас принимать нелегальных мигрантов из стран Азии, Африки, так сказать, из России, наверное, тоже. Так что демографический, этнический состав страны, он лет через 10, он может очень серьезно поменяться. А еще 10 лет назад... И он может поменять и политический ландшафт нашей страны, в том числе первую очередь. Совершенно верно. А это что-то радикализм тогда, понимаете. Национализм будет не антирусский, не антироссийский, а будет вот это антиазиатский, там, анти... На таких, на российских каких-то вещах. Это тоже может быть. 10 лет назад одной газете... Антимигрантский, как в Европе. Да, да, да. Прогноз, какой будет Украина в 2040 году. Я сказал, она потемнеет. Вот оно прямо там и в заголовке было, так сказать. Украина потемнеет в 2040 году, потому что, действительно, миграция вот такая будет. Лучшие, кстати говоря, энергичные люди, с хорошим образованием, как у вас в сюжете, вот будут выезжать сюда, мы будем получать низкоквалифицированную, низкоплачиваемую, но послушную рабочую силу и стран Азии, Африки и так далее. Понятно. Спасибо вам за этот разговор. Вадим Карасев, один из самых известных и опытных украинских политологов, отвечал на мои вопросы. Мы с вами продолжим.